а журналисты виноваты в чем-нибудь журналисты виноваты так журналисты иногда говорят неправду они говорят неправду по долгу служебному или по внутренним каким-то импульсом я думаю что я думаю что одно так сказать перерастает в другое то есть ты может быть иногда кривишь душою когда говоришь какие-то вещи которые тебя просят говорить и потом как бы увлекаясь этим начинаешь верить вот как вот владимир вольф жириновский мне кажется он вы считаете что он верит во в то что он говорит он говорит прям противоположные вещи иногда потрясающее одного если у нас есть две минутки я расскажу почти шесть один раз владимир вольфовича пригласили сниматься в сериале 33 квадратных метров сериал да я помню было очень смешной да да это было как раз отец семьи это был новогодний новогодний выпуск владимир вольфович пришел его посадили за стол он участвовал в нашем застоле телевизионном стояли камеры его снимали он значит не мог выучить текст поэтому там по слову по два по три как-то монтажно все это наговорил и и когда значит все закончилось камеры выключили мы остались так сидеть за столом и вдруг ваших кабанов который играл бабушку он ему сказал владимир вольфович но чего же вот нам пенсионерам как быть мы живут ужасная какая-то с нами происходит беда и он начал говорить что и он вдруг начал с ней разговаривать как с бабкой начал говорить ты просто куричневый чума вы голосуете за кого вот и все начали как-то тоже подавать какие-то реплики там сынок начал говорить а вот у меня нет компьютера вступает сокола жириновского в нашу там в эту молодое крыло вот он же понимал наверное что мы артисты да но он как-то тоже сам артист он сам артист вошел вот в эту атмосферу что он с нами с персонажами начал разговаривать как живыми людьми абсолютно на голубом глазу он не притворялся не играл он прям ты бросай этого своего нищего на меня показывает то не говорит бросает и кто я мостостроитель мостостроитель он что ты строишь какие масты уже никто не строит он бросай его мы тебе найдем молодого из лдпр хорошего парня то есть вот как это не политкорректно но без злого умысла иронично но без сарказма пристрастно но по-честному правда 24 и евгений доделев с понедельника по четверг в девятнадцать тридцать на телеканале москва-двадцать четыре вы когда серёгу рэперу упомянули я вспомнил про вашу недавнюю пареньку с другим серёгой да сергеем лазаревым вот да на что он собственно как бы ну не понравилось он любимец публики это меня не интересует что любимец публики ну давайте объективную оценку у нас были зимние олимпийские игры в сочи и туда все хотел поехать плющенко и у него все везде болит везде у него там где травмы в этом скелет у него помол собраны там сплошные пластины и он все хочет а кофт он парень молодой его знать не знаю просто он первое место занял в одиночном катании пусть копт он поедет нет все равно плющенко поехал и проиграл то же самое здесь ну вот уже был уже сергей лазарев но меня политическая часть интересует там по линии плющенко хватит уже выпускать на сцену тех которые уже не двигается тело везде запасные части и хватит лазареву ехать тем более он могут даже оговорился но сказал в пятнадцатом году что для него крым это украина чудовищно в четырнадцатом году это стало частью россии и мы запретили в уголовном порядке говорить о том что крым это украина это когда вы запретили вот когда мы приняли в уголовном кодексе но он же в артист он он бесед не надо так артист уголовный кодекс не предполагает артист известный ученый ветеран инвалид бедная женщина давайте просим кодекс конституция для всех выполнять я же говорю в тюрьму посадить потому что не надо ехать ему не надо ехать не надо ехать ему представлять россию давайте другого чего бы талантов нет он голос россии какие-то своими эти конкурсы великолепные голоса где они почему не выпускают помните было два юры пели на русском на французском лет двадцать назад все не так где они все потому что сидят там эти вот леонтьевы там эти вот все эти маршал и так далее все лещенко вот они оккупировали им уже за 70 и все сидят и молодых не пускают пропустите молодежь как в лдпр самая молодая фракция и партия масштабах мировом в мире нет таких молодых депутатов двадцать один год власов стал депутатом сейчас ему соответственно двадцать три где такие не один вся фракция средний возраст 37 франция германия облину все 60 средний возраст за 70 сидят до любовь пока вы ждал вас обнаружил вот такой список любимых песен владимир жирина очень патриотично нет ни одной рубеже песни почему так это не любите нет просто любили жил я в алмате там практически мало было этих вот по радио каких-то иностранных песен сейчас было все такое только советская это все запомнилось потом я в москве тоже как бы вот некогда мне было приобщаться зарубежной музыки потому что я помню с трудом попал на бони м в театре россии это да помогут туда то вам уже студенческие годы да то есть просто не было возможности приобщиться когда еще было мало по радио малых давали на концерты ходить было дорого да не достать просто случайно один раз прорвался вот по суку бони м бони м все так говорят но я пошел как там где-то удалось взять билет посидел послушал поэтому этом плане лишь а сейчас они уже знают все эти зарубежные ансамбли и у них есть какие-то предпочтения у меня в голове остались вот эти наши песни советского периода но там нету политических особенных песен там в основном лирически лирически но они еще один момент все-таки они мне кажется больше для такого для души просто поразмыслить ну что сегодняшние песни там что ты закурила там ты пошли там что-то мы поцеловались что-то потеряли а это вот трошин исполняет владимир трошин ночной звонок я вхожу в автомат ночной набираю я номер твой и сигналы к тебе летят а вокруг ни шагов ни машин только ветер и снег взял сценку это автоматы стояли нас не было мобильников и вот парень входит туда звонит девушки волнуется говорит он она это вот из песня которая нам всем напоминала нашу нашу реальную жизнь как мы звонили своим девушкам за телефона автоматами сюда было две копейки и было холодно вот такие песни конечно вот восточная вот я прям попал как-то абазинский только на человек ее петь она тоже в душу запала потому что все это льет ли теплый дождь падает ли снег я в подъезде возле дома твоего стою знаю что пройдешь а быть может нет если я тебя увижу и перед этой песня которая действительно кстати она волнует 108 вы слушали мы нам было жалко что он пропал но для 10 прошло и где абазинский вот такого рода песни эти песни которые исполнялись сергей захаров начало его эстрадного исполнения те песни муслима маговаева да вообще в детстве рашид бейбутов это вообще тоже было весело как приятно было эта песня мне врезалась до сих пор в голове там воды арыка бегут как живые переливаясь журчая извиня возле арыка я помню впервые глянули эти глаза на меня и там дальше все рыбом не певца кто исполнял эрмек серкибай юношеская память все это запомнила завалила а казах да но на русском языке это уже такая лирическая песня могут для москвы и арык непонятно там у нас везде были арыки вода с гор текла чистая хорошая это вот все запомнила память ведь песни были именно лирические исполнитель был один не было этих групп ве а так сказать какие там ансамбли потом будет песниры потом будет это вот на на и так далее вот вот те песни которые действительно вот как-то отложились памяти в душе и они связаны с переживаниями это вот мне нравилось и я это как-то помню вот жванецкого упомянули михаил михаилович 85 лет недавно было он едет на гастроли на украину и там несколько таких воинственно настроенных деятелей призвали бойкотировать его выступление как вы вообще относитесь к тому что российские музыканты сатирики вообще артисты приезжают на гастроли на украину те так нам не едут по моему не выступают с украины полной приезжал едут везде с удовольствием зарабатывают огромные деньги но это же правильно или нет как за считается так для искусства для спорта науки не должно быть никаких границ абсолютно встречайтесь научный семинар конференция гастроли любых артистов молодежь с потрос на яс со всего мира съехали и ради бога и всем понравилось так и все время евровидение поезжайте выберите лучший голос европы соловей европы но не сережа лазарев о господи он не должен даже ехать туда и киркоров и все эти басковы полно я не себя предлагаю дайте тебе конкретно никого не предлагает я не знаю фамилии в том-то и дело запомнился 2 юры так нет вообще мы не знаем денег 2 юры вот сейчас они передачу это услышит да может они боялись попросить вот мне нравится кто 100 власташевский кратом был на потом алёша гоман про русского поет русский парень в воде да и я кого вижу слышу потом вот победили конкурса но они там же есть чем их не пропускает нет потому что мафия всегда была и при советской власти и сейчас концертная мафия захватывают все правила все места и сами решают кто поедет и потом они друг другом делятся поскольку получают бешеные гонорары в этом плане беда билан помните дважды ездил зачем сейчас где он чего практически сошел на нет и в спорте и в искусстве на двигать моды и в науке все достижения до 30 лет все это понял сам я учил английский французский турецкий немецкий начал учить мне уже было 30 все не идет мозг уже не воспринимает я убедился на себе что только до 30 лет все творческие проекты спортивные но любые только до 30 скорее выдавить вот это вот нашу творческую молодежь от 14 до 30 до 25 они создадут великую страну понимаете поэтому везде я буду счастлива если на во главе лдп станет молодой какой-то парень и девушка ради бога пол мы не трогать но где он ну не хотят не бояться знаете нет никакого желания участвовать в романтизации и идеализации образа владимира ульфовича жириновского это часто происходит с политиками которые умерли на глазах у всей страны все плохое забывается вспоминаю только какие-то там пророческие вещи и прочее он не был конечно человеком с понятиями потому что он был политик я всегда оставил на тезисе что политик это по определению чек нечестный и не хороший даже хороший политик вернее хороший политик неприятно должен быть не очень хорошим человеком господи способными на предательстве на на всякий всякого рода маневры но песни совсем не о том владимир вольфович безусловно был одним из самых ярких российских политиков которые появились на горизонте после развала советского союза он из безусловно был умницей он играл ролик конечно никто не видел его истинного лица такого усталого пресыщенного человека кстати совершенно ебанут у каких-то вопросах допустим знаете никогда не подавал никому руки кувара то есть он был помешан на вот этой и идеи какого-то вируса заражение задолго задолго до ковида до всех вот этих вещей собственно и погиб потому что сделал себе 54 вакцинации ни один организм не выдержит такой нагрузки нет он самого начала был вот чудовищным брезглив и ненавидел домашних животных и был вот так вот повернут на гигиене масса было всех про прочих у него таких вот закидонов не про все стоит говорить вообще не стоит про это говорить но он был очень интересным собеседником он точно во первых понимал что от него хотят услышать он безусловно был с чувством мира он был очень расколон ну вот он там пел допустим не обладая ни слухом и голосом не заворачивался совершенно он позволялся крайне резкие суждения ему нравилось и патировать и он никогда не отказывался от интервью никогда то есть вот окружение вода они там ставили фильтры какие-то по самым разным резонам этом помню допустим его первое приглашение студию проекта правда до 4 это был прямой эфир и он просто начал с того что типа какого фига вы меня сколько программа существует год уж и они позвали до сих пор то есть он он понимал примерно как принцесса диана вот да он как ди принцесса диана тоже понимала совершенно ценность вот этого журналистского внимания хотя миф существует о том что она избегала папарацци она без них бы не состоялась не было бы никакой принцесса диана если бы не было журналистов и не было мастерства манипуляции этим вниманием персонажа поэтому жириновский это в известной степени принцесса диана мне его реально не хватает как собеседника я не знаю как там истаблишменты реагируют на его уход и считается что нужно эту валентность заполнить тем или иным политиком или группой политиков понятия ними и не интересуюсь бесконечно далекая от меня сфера но мне мне лично как интервьюеру как человеку старающемуся понять о чем там на кремлевском олимпе люди думают и что собираются делать него не хватает потому что его прогнозы удивительные он кстати сказал мне в одной из бесед даже не зная не помню как зовут зеленского выясняли у съемочной группы что он владимир он пришел в неописую восторг что то тоже владимир и путин и жириновский владимир вот но фамилию он узнал и он сказал что он будет президентом и насчет трампа кстати опять же у меня в эфире он сказал что трампа выберут президентом хотя на том этапе когда только начиналась предвыборная кампания соединенных штатах это было совсем совсем не очевидно поэтому не учу то было замечательно и он был мощным не скажу что интеллектуалом но мощным таким мыслительная тоже опять же словом то но с думалкой с хорошей крепкой думалкой повторюсь не без недостатков но второго такого я пока у нас увы не видит